С первого взгляда не взлюбил ее. И знал за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины и молодые, в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А это казалось ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса, будто пронзила взглядом, и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Одновременно с женщиной вошел у Брайан. Но до чего редко он о ней думает. Иногда за неделю ни разу не вспомнит, что был женат. Они прожили всего пятнадцать месяцев. Развод партия запретила, но расходиться бездетным не препятствовало, наоборот. Кэтрин была высокая, очень прямая блондинка, даже грациозная. Четкое, с орлиным профилем лицо ее можно было назвать благородным, пока ты не понял, что за ним настолько ничего нет, насколько это вообще возможно. Уже в самом начале совместной жизни Уинстон решил, впрочем, только потому, быть может, что узнал ее ближе, чем других людей, что никогда не встречал более глупого, пошлого, пустого создания. Мысли в ее голове все до единой состояли из лозунгов, и не было на свете такой ахинеи, которой бы она не склевала с руки у партии. «Ходячий граммофон», — прозвал он ее про себя. «Но он бы выдержал совместную жизнь, если бы не одна вещь — постель». Стоило только прикоснуться к ней, как она вздрагивала и цепенела. Обнять ее было все равно, что обнять деревянный манекен. И странно, когда она прижимала его к себе, у него было чувство, что она в это же время отталкивает его изо всех сил.